Девушки отдыхают Показом картины «Айка» стартует первый международный кинофестиваль Алматы. Фильм «Покоривший Канны» спешит увидеть и Алтышаш Смогулова. Моя коллега, пусть и всего лишь на один вечер, примерила роль кинодивы. Алтышаш, привет! Остается только позавидовать тебе белой завистью. Алтышаш? Рамина, добрый вечер! Ваша зависть мне понятна. Ведь не каждый день удается попасть на такое грандиозное событие. Официальное открытие состоится уже меньше, чем через час. Как и положено организации таких крупных ивентов, стартовал кинофестиваль с красной дорожки. И здесь все в классике жанра. Роскошные наряды, фотовспышки, софиты и, конечно же, звезды. Актеры, режиссеры, сценаристы и многочисленные поклонники их таланта. Атмосфера здесь просто непередаваемая. Настоящий драйв. Ведь фестиваль первый, а значит, он навсегда останется не только в истории, но и памяти. Звезды в шаговой доступности. И вот буквально несколько минут назад там, за кулисами, мне удалось написать интервью с известным актером Ирбулатом Тогузаковым. Моё личное впечатление, я восхищен организацией. Прекрасно, это впервые мы, так сказать, идём в таком плане. Необычно то, что очень много здесь таких звёзд нашими, кинематографа. И я надеюсь, что сегодняшний, так сказать, показ, демонстрации доставит нам полное удовольствие. Спасибо вам большое. И я очень благодарен. И от себя мне хочется добавить, что Уматы фильм-фестиваль – это настоящий семейный праздник с насыщенной вне конкурсной программой, посвящённой туризму, истории и даже спорту. А сегодня утром был дан старт секции детского и семейного кино, которые проходят совместно с компанией «Дисней». Началось всё так же с красной дорожки, вот только по ней прошли дети. Благодаря работе фонда «Балаша» хочется отметить, что за 7 лет на казацкий язык было продублировано свыше 25 самых хитовых зарубежных мультфильмов. Сегодня это просто счастливый момент для всех нас, для нашего города. Мы начинаем Уматы фильм-фестиваль. Я рад, что всё началось с детской красной дорожки, потому что будущее за кино и будущее за нашими детьми. Ну а сейчас вернусь к официальной части фестиваля. На суд зрителей и жюри, в состав которого вошёл режиссёр Сергей Бодров, актриса Настасия Кинскин и другие знаменитости представлено 10 конкурсных работ. Фишка фестиваля в показе фильмов по продукции, то есть совместных картин нескольких стран. Рад, что появился ещё один фестиваль. Мне кажется, что у него есть хороший потенциал, интересные картины. Мы посмотрим вот за эти дни. И я думаю, что мы найдём новые имена и, так сказать, откроем дорогу молодым талантом. Фестиваль стартует с показа фильма «Айка». Напомню, что эта картина была представлена на кинофестивале в Каннах. И актриса, кстати, наша соотечественница Самала Яслямова получила приз за лучшую женскую роль. Фильм начнётся в 20-30, здесь, во Дворце Республики. И мне уже не терпится его посмотреть. А я напомню, что «Алматы» фильм-фестиваль продлится до 19-го числа. Показы бесплатные, проходят они в кинотеатрах «Люмьера» и «Синий Макс». С подробным графиком показов можно ознакомиться на сайте. Хочется отметить, что в рамках фестиваля пройдёт и серия мастер-классов. В общем, рассказывать можно бесконечно, однако время эфира у нас ограничено. Так что у меня на этом всё. Рамина, слово вам. Благодарю и приятного просмотра. А вам, уважаемые телезрители, предлагаю взглянуть на развитие «Алматы» в цифрах. Рост экономики и повышение комфортности мегаполиса помогут обеспечить 50 проектов-драйверов. Пятая часть из них касается сферы транспорта. Цифровизация и умные технологии занимают 16% от общего количества. Спорт и энергетика по 12% и здравоохранение – 10%. Все эти проекты привлекут в «Алматы» не менее триллиона тенге инвестиций. И самое важное – помогут создать более 50 тысяч рабочих мест. Но все эти данные так и остались бы сухими цифрами, если бы алматинцы каждый день не чувствовали и не видели изменения городской среды. Так вот, только за последний год в «Алматы» построено и реконструировано почти 800 километров инженерных сетей. Это и водопровод, и канализация, а также электро- и теплоснабжение. Всё лето ремонтировались более 150 улиц с протяжённостью около 160 километров, в том числе тротуары и подземные переходы. До конца года обновятся и свыше 600 алматинских дворов, а комфортное передвижение обеспечивают не только скоростные линии, но и новые автобусы. Город закупает ещё около 600 автобусов. Таким образом, парк обновится до 80%. А как застраивался «Алматы»? На этот вопрос может наглядно ответить карта города 50-х годов, оригинал которой сохранился в музее. Строительный бум в Алматы пришлось на 60-е и 70-е годы. Именно тогда и появились знаковые исторические здания, как гостиница «Казахстан», дворец республики, дворец школьников, национальная библиотека Казахстана. Алматы считался красивейшим городом Советского Союза. Как его проектировали и строили, как создавались шедевры модернизма и классики, мы решили сегодня вспомнить. Здание ЦК уже к тому времени было, поэтому мы практически без изменения его, как вы зафиксировали, на этой панораме оно присутствует. А слева разрабатывалось здание музея Ленина. Советский архитектор, учёный Алмаз Ордабаев бережно хранит эскизы своих проектов. Новые площади, Дома учёных, микрорайона Самал. Команда молодых архитекторов смело бралась за дело, несмотря на дефицит материалов и бюрократические препоны. Объекты дороже 5 миллионов рублей тогда необходимо было согласовывать с Москвой, и не все творческие задумки могли осуществиться. Научились каким-то образом обходить эти вещи. Каждый объект разбивали на целый ряд объектов, который был не дороже 5 миллионов рублей. И вот поэтому вот эту площадь, да, вот это вот благоустройство, гигантскую территорию с фонтанами и так далее, мы разбили на 20 объектов. И в Москву не ездили, и делали всё сами. Строительный бомб в Казахстане пришёлся на 60-е и 70-е годы. Именно в это время появились Дворец Республики, Национальная библиотека, спорткомплекс Медео, цирк, административные здания и современные жилые комплексы. Ещё один символ Алма-Аты – гостиница «Казахстан». В ней 26 этажей, а высота здания составляет 102 метра. Больше трёх десятков лет. Здание гостиницы считалось самым высоким в Алма-Аты. И только в 2008 году появился небоскрёб, который побил её рекорд. Современные архитектурные решения украсили город и прославили его на всю большую страну, определив символом советского модернизма. Перед архитекторами стояла задача сделать столицу прежде комфортной для людей. Центральная ось, которая проходит по улице Байсейтовой, она была заложена в генеральных планах ещё в 30-е годы. Именно она была заложена как пешеходная, такая очень приятная, зелёная, тенистая улица. И вот эта ось, она и продолжается по сей день. На этой оси стоит здание Акимата, ранее которое проектировалось как здание ЦК Компартии Казахстана. И по планам развития города в дальнейшем уже, в конце 20-го века, предполагалось, что вот эта центральная ось будет развиваться туда дальше, ближе к горам. В музее Алматы есть ценный экспонат, оригинал карты города 50-х годов. Проектирование было поручено Институту Ленгипрогор. Детально разрабатывалась застройка центра, теперь уже старого. Его связь с районами, которые присоединились. Площадь города вот сейчас у нас около 7 тысяч квадратных километров. А в то время она занимала всего 22 гектара. Население города составляло 270 тысяч человек. То есть это вот как бы показывает реальную такую динамику, как город развивался. На этих фото старая Алма-Ата. Выставку так и назвали «Открытый архив». Примечательно, что она проходит в кинотеатре Целинный. Он был построен в 64-м году, а реставрация завершится к 2020-му. Тогда здесь будет создан первый центр современной культуры. Старая архитектура во всем мире, архитектура 60-х, 80-х массово уничтожается. В случае Алматы эта архитектура выглядит ее особенностью и ее изюминкой. И для нас представляется очень важным, наверное, постараться переосмыслить ее новое назначение, ее новую функцию на примере кинотеатра Целинный. С горы Кок-Туби Алматы виден как на ладони. Гармонично переплелись в нем современная и советская архитектура. Город дышит будущим и сохраняет прошлое. И в каждом его строении, в каждом сквере и каждой улице есть ностальгия и любовь. Каким был Алматы, еще будучи верным, помнит долгожительница Любовь Корченко. Здесь она живет дольше века, а свой 101-й день рождения бабушка отмечает вместе с праздником города. Как показывает статистика, алматинцы живут дольше всех в Казахстане. Средняя продолжительность жизни в мегаполисе составляет почти 76 лет. Но и эту планку намерены повысить вместе с проектом «Активное долголетие». Геннадию Корченко – восьмой десяток, но он не представляет жизни без любимой мамы. Любовь Никитична прожила ни много ни мало, а целый век. Долгожителей до нее в семье не было. Бабушка чувствует себя хорошо, вот только уже несколько лет не ходит. Не потеряла за годы она ни чувства юмора, ни теплоты во взгляде. Свой 101-й день рождения собирается отметить вместе с днем родного города, где и прожила свою долгую жизнь. Красивый был город, народу было мало, ни машин не было, ни трамвай. Трамвай был потом, ни машин никаких не было. Ходили все пешком, и на базар ходили отсюда, и отсюда ходили пешком на базар. А потом уже трамвай пустили, да тогда на трамвае стали ездить. Оперный театр строился, потом драматический театр Лермонтова был. Кинотеатр, Тюз, Накалинина и Панфилова. Рассказывает Любовь Никитична, как в юности любила гулять по городским паркам. В одном из них, парке 28 панфиловцев, и познакомилась с мужем Михаилом. Прожить им долго было не суждено. В 41-м он погиб на фронте. Тяжелая доля выпала молодой женщине с ребенком. Трудилась сутками на главпочтамте сортировщиком. Оттуда и вышла на пенсию. Умудрялась после работы радовать сына пирогами с яблоками. Я работала, так мы после смены ходили, помогали снимать яблоки. И нам яблоками, вот такие вот топор-то принесешь, запах такой. Пироги я всегда пекла. И вот здесь жила, и здесь пекла. Ну, на сушу, сушу яблок. И пирожки, пироги. Секрет долголетия у Любовь Корченко один. Это труд и любовь в сердце. Много ходила пешком, много двигалась. Сидеть не приходилось. В хорошей форме и ее 80-летний сын. Алматинцы славятся высокой продолжительностью жизни. Для поддержки пожилых разработана дорожная карта. Ею уже охвачено порядка 6 тысяч человек. Создан специальный сайт АТААПА, где есть специальная база. База такая, карта нуждаемости, где будут тоже все, кто обращается по вопросу участия в этой программе, все данные этих людей будут там внесены. В чем они нуждаются? Мы будем мониторить. Мониторить, вот бабушка нуждается в этом, мы забили. Смогли помочь, решили ее проблему. И вся картина по жителям, по пожилым жителям будет в этой базе. Центр активного долголетия, открывшийся в Алматы, посещают уже 1700 человек. Здесь обучают йоге, фитнесу, компьютерной грамотности, английскому, шахматам и рукоделию. Так что скучать не приходится. Почти 600 пенсионеров занимаются физкультурой в тренажерных залах и бассейнах. Ведь с активной старостью дожить до 100 – шансов гораздо больше. Впрочем, с особенным настроением очередной день рождения Алматы встречают не только наши старожилы. Отдельно мне бы хотелось остановиться на важнейшей теме – рассказать о мерах социальной поддержки. По всем направлениям, если вы взглянете на инфографику, вы увидите прирост. Возросли размеры соцвыплат для малобеспечных алматинцев, пенсионеров, ветеранов, участников войны и приравненных к ним. Позаботились и о молодых семьях. Им предлагают жилье без первоначального возноса со ставкой 5%. На это направили 2 миллиарда тенге. Ощутимую экономию дает и снижение оплаты в детсадах. А совместными мерами правительства и нашего Акимата только за последнее время удалось трудоустроить 70 тысяч человек. Их немалая часть теперь зарабатывает в индустриальной зоне Алматы. Производственный центр мегаполиса располагается в Алатауском районе, присоединенном к городу точно так же, как и на Урысбайске. О динамичном развитии этих территорий можно говорить долго и привести развернутую статистику. Но лучше взглянуть на жизнь их обитателей. Временами сложную, с бытовыми проблемами, которые, к счастью, решаются буквально каждый день. Раньше улица была Алтанцарина, а теперь Турсунбек, Какишева. Асфальтировали в этом году. Вот тротуар сделали. Вот это для учеников, для людей, идющих хорошо. Это прогулка по микрорайону Карагайле. Некогда поселок Чапай, ныне на Русбайске район Алматы. О городском статусе здесь свидетельствует все. От обновленных улиц с другими табличками до улучшенной инфраструктуры. Сейчас с водой проблем нет. Освещение делал в прошлом году. Хорошо теперь ученикам и людям, которые ездят по улице ночью. А раньше бывало, весь сентябрь проходил в суете и подготовке к зиме. Не дай бог не успеть запастись углем и дровами. Заботы эти в прошлом. Район газифицирован. И караулить по очереди водовоз не надо. Проблемы с водой и перебои с электричеством теперь вспоминаются, как страшный сон. Раньше перебои было. Когда ветер будет сутками, не было света. А теперь хорошо. Сразу делает, даже ночью делает светы. День города для нас особенный праздник. Мы его отмечаем каждый год, отмечаем семьей. С тех пор, как мы вошли в город, мы получаем все блага, которые нужны для жизнедеятельности человека. Так что для нас это всегда праздник. Поэтому и в праздничный день семья решила не выбираться из родного района. Ведь зрелищем и весельем богат не только центр города. На площади перед зданием Акимата праздник в самом разгаре. Юные художники рисуют пейзажи, а на сцене местные таланты. Под их зажигательные песни отплясывают старейшины. С таким настроением, похоже, гуляния в Нарусбайском продлятся до позднего вечера. Айбану Анарбаева, Арсен Сандыбаев, телеканал Алматы. Празднование 1002 дня рождения Алматы продолжается. Кульминация грянет завтра. Где весело и полезно отметить события, вы узнаете далее. А мне остается лишь поздравить всех жителей и гостей Алматы с праздником. Пусть наш город процветает, а жизнь в нем будет счастливой. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!